Мурват Мамедов Мурват Мамедов Мурват Мамедов Мурват Мамедов Тут я перебью ваш рассказ, у нас есть кадры тех событий, давайте посмотрим их и после вернемся к вашему повествованию. Мурват Мурват, ты откуда, из какого села? Я из Ходжалы. Что произошло, Мурват, как ты попал сюда в больницу? Они постоянно стреляли по деревне из БМП, из танков. Каждый день, ночь стреляли. И 26 февраля тоже начали стрелять. Они вошли в город, стреляли во все дома, многих расстреливали на улице. Кого взяли в плен, кого-то расстреляли. Мы спрятались в доме, они окружили наш дом. Кричали, чтобы мы выходили. Мы не вышли. Вы не стали убегать? Нет, мы никогда не убежали. Мы остались дома. Они окружили дом. Это ваши дети? Да, мои дети. У меня шестеро детей, пять мальчиков, одна дочка. Всю ночь они стреляли до последнего патрона. Мой муж был ранен в руку. Потом они бросили в дом гранату, ворвались вовнутрь. Дети подняли руки, сказали, не стреляйте. Поэтому они не стали убивать нас, но обыскали и забрали все наши ценности. Всех нас погрузили в машину и увезли в Аскеран. Все эти кадры снимал покойный журналист. Шехид Чингиз Мустафаев. Пусть покоится с миром. Мы видели разных людей, вашего брата, у которого рука была ранена. Видели вашу мать. Пожалуйста, расскажите, что дальше произошло. Мы все тогда жили в Ходжалы, который уже 4 месяца находился в состоянии блокады. Город Ходжалы был небольшим, но восформированным городком. В нем проживало около 7-8 тысяч человек. Еще до трагедии военнослужащие советской армии из 366-го полка вошли в город. Забрали у всех охотничьи оружие. И ни у кого ничего не было, чтобы защищаться. Потом в городе был создан батальон самообороны из добровольцев города. Возглавлял его национальный герой Тофик Гусейнов. Один батальон из аэропорта из Баку прибыло 21 человек. Потом пришли другие люди, многих имен я не знаю, милиционеры на защиту города. Также в составе защитников города были и жители среди них. Мои братья, отец, они наряду с другими защитниками города, постоянно находились на постах. Кажется, числа 13-го прибыл последний вертолет. Вывез некоторое количество людей, но немного. Ну сколько женщин, девушек, стариков можно было разместить в одном вертолете? Потом воздух был закрыт и больше вертолетов не было. Город взят армянами в полнейшую блокаду, не было света, газа, продуктов. Только представьте, что вертолетам доставляли тесто муку из Агдама. И он не мог приземлиться, несмотря на ту тяжелую ситуацию, в которой мы находились. Никто, ни стар, ни млад, не покинул до последнего дня Ходжалы. Мы даже предположить не могли, что армяне способны были сотворить такие зверства против Ходжалы и его жителей. Они стреляли каждый день с разных направлений, с разного калибра оружия, беспрерывно. Но 23-24 числа, за два дня до нападения, наступила странная тишина. Эта тишина над городом ввергла в состояние покоя. В ночь с 25 на 26 февраля, примерно в 11-12 часов, начали стрелять. Брат Мохлад пришел, сказал матери, что похоже армяне вошли в Ходжалы. Надо готовиться к уходу из города. Многие дома горели. Отовсюду доносились крики людей. Расстояние между нашим домом до леса было около 100 метров, на стороне Аскерана, у въезда в город. Но так как отец с братьями были на постах, мы не могли просто уйти. К тому же мы плохо знали местность. Как я рассказал в самом начале в Ходжалы, мы жили примерно 4 года, так как были беженцами из западного Азербайджана, поэтому не смогли самостоятельно покинуть дом, выйти в лес и спрятаться. Сколько вам тогда было лет? На тот момент мне было 14 лет. Сейчас мы смотрели кадры, снятые Чингизом Мустафаемым. Там я не рассказывал о зверствах армян. Тогда мой отец и братья оставались в городе, и я тогда не знал об их судьбе. Я потом узнал, но сейчас я все расскажу. Расскажите по порядку. Пришел один из моих братьев и сообщил, что сосед дядя Видади ранен в ногу. Два моих брата и отец привели его раненого. Отец перевязал его ногу маминым платком, чтобы остановить кровь. Больница имелась в Ходжалы, но в городе никаких перевязочных материалов не было, ничего кроме йода и перекиси водорода. Два врача, главврач доктор Эль Бенис и доктор Мамет, так оказывали медпомощь людям в одной руке автомат в рюкзаке пара медицинских средств. Вдруг в окно дома попали снаряды, разбились окна. Моего отца ранило в руку у отца, и братьев были охотничьи оружием. Отец взял автомат раненого дяди Видади и начал отстреливаться. Но вскоре патроны закончились. Дом полностью был окружен. Вдруг армяне бросили внутрь дома ручную гранату. От взрыва гранаты я был ранен в ногу, мать в спину. Вместе с нами в доме находились соседи, 3-4 человека. Соседи прятались постоянно у нас, так как потолок в нашем двухэтажном доме был из бетонных панелей. Была надежда, что в случае падения снаряда можно было бы покинуть дом, не погибнуть под горящей крышей. Вместе с нами были соседи, которые тоже были дважды беженцами, как и мы. Тетя Сара, ее трехлетняя дочка Натаван, они погибли от взрыва этой гранаты. У нас патроны закончились, не стреляли больше, но и армяне не торопились заходить в дом, опасались, что у нас еще есть оружие. Отец не растерялся и велел все оружие бросить под пол, чтобы оружие не досталось армянам. После того, как мы попадем в их руки, нам было ясно, что нас возьмут в плен. И все это вы наблюдали, слышали? Их. Да, мы все видели, слышали их, и они ворвались в дом. Многие говорили на азербайджанском, на русском. Многие были армяне из разных районов Азербайджана, из Сумгаита. Среди них были чернокожие наемники, весь 366-й полк в полном составе был там. Их было там много. Я был ранен в ногу, от боли плакал. Они, меня, братьев, отца, всех нас собрали в отдельную комнату. Один из боевиков принес из машины бензин, облил нас и хотел поджечь. Мой маленький брат Руслан, которому не было и трех лет, вот он на этой фотографии, испугался. Он испугался, поднял руки, сказал, не убивайте меня, умоляю вас. В это время один из военных 366-го полка, русский капитан подошел, остановил того боевика и сказал, остановитесь, что вы делаете? Даже фашисты с мирным населением так не поступали. Чем этот ребенок виноват? Так он сказал, да. Мы подумали, что этот капитан пожалел нас, но он потом стал шарить по дому в поисках ценного. Он признался, что он русский из 366-го полка, их командир армянин. Он приказал, и поэтому он тут. Он сказал, что отдыхал в санатории в Сумгаите, в Газылкуме, но говорил, поймите нас, мы военные, мы не можем ослушаться приказа. Но хотя бы он не позволил армянам сжечь нас. Армяне реально собирались поджечь нас живьем, облили нас бензином. Иначе бы они вас сожгли? Да, они хотели нас всех в перемешку вместе с трупами сжечь. Забрали все золотые изделия, деньги, ценности, избивая, вывели нас из дома. Чтобы увезти в плен, выкинули из дома труп тети Сары. Она умерла, и у нее рот был открыт. Заметны были золотые зубы. Армяне плоскогубцами вырывали ее золотые зубы. А когда они ей выволокли за ногу и выбросили на улицу ее трехлетнюю умершую дочку на таван, отец девочки, муж тети Сары, дядя Панах не выдержал. Он вышел из кучи стройматериалов, за которые прятался и начал стрелять по армянам, в перемешку с которыми стояли и мы. Ранил одного чернокожего, двух армян, может, кого-то убил. Панах потом, отстреливаясь, ушел в лес. Половина находившихся там армян, стреляя, преследовали его. Мы же были безоружны и не могли защищаться. Вокруг все были с оружием. Они нас постоянно ударяют, толкали, посадили в автомашину скорой помощи и привезли в Аскиранский район. Было раннее утро, нас посадили в тюрьму. Там было очень много народа, люди с отмороженными в лесу ногами. Были ранены, кто-то кричал, кто-то плакал. Кого-то мучили, избивали, у кого-то не было ноги, руки, у кого-то пулевое ранение в голову, в страданиях он отдает Богу душу. У женщин с девушек срывали, с кровью серьги, снимали кольца. Мой брат подошел к армянам, ударил одного, возмутился, пытался защитить женщин от такого обращения с ними. В тот момент подошел один армянин, говорит, «Их мы хотели сжечь в доме, русские не позволили». Спросили, кто его отец. Мой отец, который был ранен, в руку отозвался. Его и других моих братьев разделили. Их от нас вывели. Стали делить людей на группы. Кто был взят с оружием, в одну молодых, в другую мальчиков, в другую женщин отдельно. В одной камере собралось около 80 человек, среди которых тяжело раненые, полумертвые, живые, раненые. Армяне через форточку, засунув ствол автомата, беспорядочно стреляли по стенам, по потолку, по людям. Осколки, штукатурки, бетонных осколков сыпались на наши головы, люди кричали, а армяне смеялись, получали от этого удовольствие. Я даже не могу ни с чем сравнить их действия, ни одно живое существо так не поступило бы. Нас вывели во двор, велели построиться. Среди нас были и месхитинские турки. Был там месхитинский турок, житель Ходжалы, ополченец по имени Ахмед. На видео есть отрывок, где мой брат в тот момент, когда нас освободили из плена, рассказывает о том, что нашему бойцу Ахмеду отрезали голову. Они отрезали ему голову и нас заставляли смотреть на это. Психологически пытались нас сломать и унизить. Принесли землю, тыкали нам в лицо и говорили, ну кушайте землю. Заставляли говорить, Карабах это армянский. Но несмотря на унижение, мучение, страдание, мы, Ходжалинцы, терпели все боли и мучения, никто из нас не совершил предательства, не сказал, что это не наша земля. В тот день я стоял вместе с младшим братом Ахмедом, оба плакали. У меня ранение в ноге, отца нет рядом, его ведь увели. Мы не знали, что с ним, где он, не знали, куда других отвели. У Ахмеда в тот день был день рождения, ему исполнилось 11 лет. Именно в этот день, да, армяне сказали, в какой хороший день ты родился, сделаем тебе подарок, не бойся, отец и другие у нас, мы их не убили. Кто это сказал? Армяне, на азербайджанском языке. Они дали ему в руки автомат, конец ствола уперли в ладонь другой руки ему и приказали открыть огонь. Выстрел автомата сверху разорвал руку Ахмеда, он закричал. Армяне смеялись, взяли чайник со старым заваренным чаем и облили рану ребенка. Они подвергли таким мучениям, знаете, не могу найти покоя. Я стыжусь от того, что, будучи мужчиной, ничего не смог сделать, чтобы защитить мать, сестру, брата, когда мучают сестру на глазах у брата, брата на глазах у сестры. Так мучили. Одно, когда на войне, во время сражения, то, что мы видели в фильмах, или на поле боя, когда воюют друг с другом воины, шести, трех, восьмилетнего ребенка, вина в чем? Они совершали нехарактерные для человека зверства. Там был мужчина, дядя Алхан, выходить из Грузии. Его там убили, забрали и увели его красавицу жену Фатиму. До сих пор неизвестно, где она, что с ней случилось. У них остался двухгодовалый сын Самир. Потом нас, 80 человек, среди которых 5 членов нашей семьи, обменяли на труп чернокожего наемника. Но отец и два моих старших брата остались там. Об одном факте, о котором я до сих пор не рассказывал, хочу рассказать сегодня по причине прямой трансляции, чтобы их родственники, если они слушают, чтобы знали, уже все как есть, ведь сколько можно жить надеждой. Когда нас увозили, мы увидели три трупа, которые лежали, обнявшись, видимо, так прощались друг с другом. Это наши бывшие соседи, которые тоже из западного Азербайджана. Отец дядя Мумиш, его супруга, тетя Кифаят и сын Бахрам, они жили в доме напротив нашего дома. Перед смертью, видимо, они обнимали друг друга. И в таком положении они лежали. Видимо, таким образом прощались. Рассказывают, чтобы родные знали об этом. Пусть не ждут их, их нет в живых. Сколько можно надеяться и ждать их. Нас освободили из плена, привезли в больницу, в город Агдам и начали бомбить больницу. Постоянные бомбежки, крики, до сих пор у меня в ушах. Мне оказывают медицинскую помощь, вытаскивают осколки снаряда из ноги. Вдруг погасает свет, ракета падает, врачи разбегаются. Я лежу подключенный к аппарату. Хочу сейчас здесь выразить свое преклонение перед нашими женщинами-матерями, которые в высшей степени самопожертвования, забывая о себе, заботились о детях. Моя мама, несмотря на свои раны, обороняла нас в этой ситуации. Не отпускала нас от себя. Из больницы нас перевезли в железнодорожный вокзал, как раз эти кадры. Чингис Мустафаев нас снимал там на станции, мы рассказывали свою жуткую историю. Иногда в интернете, в ютубе под видео о нас люди, представители нашего народа, пишут под видео. Почему вы живы? Ваши братья, отец остались там? Почему не остались и не умерли там? Сегодня во время этого эфира я рассказываю о ситуации, какой она была. Пусть видят те, кто это пишет. Что они пишут? Пишут, если ваш отец и братья погибли, вы почему живы и здоровы? Им надо понять, что на сегодняшний день у нас есть свое государство, сильная армия, сильный главнокомандующий. И когда стало необходимо, мы доказали, на что способны в апреле 16-го года. Давайте не будем обращать внимание на пустые слова проходимцев. Вот что вы рассказываете, невозможно даже представить, что такое зверство присуще человеку. Как это можно? Неужели это сделали люди? Услышав ваши воспоминания, человека охватывает ужас и холодный пот. Вы знаете, после мы с братом Ахмедом в возрасте 11 и 14 лет убежали из дома на фронт в Агдара и Тартарский батальон, Ганджинскому батальону. Там таскали боеприпасы, воду, сигареты, рацию нашим бойцам. Мы надеялись узнать хоть что-то про наших братьев и отца от освобожденных пленных. Что-то, что указывало бы на то, что они живы. И представится возможность обменять их, вернуть их домой. До 2007 года, целых 15 лет, у нас не было сведений о судьбе нашего отца, братьев, которые остались в плену. Благодаря работе, проводимой фондом Гейдара Алиева, которая возглавляет Лейла Алиева, благодаря многолетней работе, которая направлена на распространение правдивой информации про трагедию Ходжалы, компании «Справедливость Ходжалы», расследование, мы получили печальную информацию. Она вместе со всеми живыми свидетелями Ходжалы занимается этим, оказывает нам поддержку. В 2007 году при информационной поддержке Министерства национальной безопасности вы сняли фильм. В этом фильме живые свидетели рассказывают о фактах зверств в отношении ходжалинцев. Там была Дурдана Агаева, была в плену. Она работала тогда телефонисткой на АТС, ей было 20 лет, все знали ее. Тогда еще в плену перед моими глазами армяне ужасно истязали ее, мучили ее, и брата Эльшада ранили его. Со слов освобожденных пленных, точнее от Эльшада, мы узнали, что мой отец и мои братья были принесены в жертву на могиле погибших армян на кладбище путем обезглавливания. Эльшад рассказал, что его и двух-трех пленных вывели из камеры заточения на кладбище, и там они видели три обезглавленных тела. Им приказали вырыть могилы и похоронить эти тела. До сегодняшнего дня нет могилы моего отца и моих братьев. Мы с 92-го года обосновались в Гобустане. Спасибо нашему государству, что о нас заботится. Спасибо всем жителям Гобустана, которые нас приняли. Нам всячески помогали, фактически, как ближайшие родственники. Мы часто ходим на аллею шахидов и поминаем моих отца и братьев. Там висит их фото вместе с фотографиями некоторых шахидов, но их могилы там нет. Мы не знаем, где их могилы. Потом еще и дом, в котором мы поселились, сгорел в 2012 году, и мы потеряли то единственное, что нам оставалось в память об отце и братьях и фотографии. Мы благодарны государству за то, что оно заботится о беженцах, постоянно проводя поминальные мероприятия. Пусть Бог не допустит такого больше в отношении к нашему народу, нашему государству. Мы не только надеемся, но и видим, что наша армия, командование во время апрельских боев доказали, что мы, Азербайджан, сильное государство. Во время апрельских боев наши воевали только против военных. Мирных жителей не трогали, никого не брали в плен, коридор мы им дали. Посмотрите, что пишет один армянский писатель в своей книге. Сейчас я не могу вспомнить его имени. Он пишет, как он снимает живьем кожу ребенка и по минутам наблюдает, за какое время он умрет, проводя опыты над ребенком. Пока что эти преступники не будут наказаны, нам будет стыдно перед памятью шахидов, невидно убиенных людей. Надеемся, что путем переговоров или по приказу главнокомандующего мы освободим наши оккупированные земли, отомстим за невинно убитых шахидов.